Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала, вы всегда на канале Семена Чемодана, с вами я, Славян. Сегодня я вас приглашаю в новый выпуск и по традиции уже даже не знаю, что нас ждет. Сейчас мы первым делом бомжуем день восьмой, да, Настенька, или седьмой. Сейчас сначала едем в Wildberries, Настеньке там пришла посылочка, забираем ее, а потом мы думаем, чтобы искупаться. Доехать до какого-нибудь пляжа. Мы сегодня хотели позавтракать на берегу моря и вы знаете, у нас не получилось это сделать, потому что весь берег после выходных был загажен. Так вот, ребята, я хочу рассказать вам про один проект, про акцию Кодню Экологу, которая проходила 3 июня по всей России и также на нашем Черноморском берегу. И в Тамане ее представляла компания Атека. Посмотрите, как это было. В этом году таманцы участвовали в акции впервые. Всего волонтеры очистили от мусора 5 километров берега. В поселке Волна 2 километра побережья Черного моря, в поселке Веселовка 3 километра вдоль Черного моря и Соленого озера. В акции приняли участие более 150 человек. Жители поселков Волна и Веселовка, станицы Тамань, сотрудники Атека. Добровольцы собрали более 370 мешков мусора. Это около 30 кубических метров. Среди собранных предметов не только привычные пластиковые бутылки и пакеты, но и неожиданная резиновая лодка, шины и канаты. Места для проведения акции были выбраны не случайно. Берег Черного моря и Соленого озера – один из любимых мест отдыха жителей и гостей Таманского полуострова. Данная всероссийская акция по очистке мусора берегов водных объектов «Вода России» – часть федерального проекта сохранения уникальных водных объектов национального проекта «Экология». Если вы приезжаете на какое-то природное место и видите, что кто-то до вас оставил мусор, поленился его забрать, обязательно увезите его с собой. Именно так, совместными усилиями мы сделаем берег Черного моря, да и в принципе всю Россию гораздо-гораздо чище. Вот, какая Настенька теперь красавица, новый купальничек, у нее такая, типа, приоделась, нет, точнее, разделась. Опа, а этикетку забыла, разве, иди с этикеткой. Нечем отгрызть было, я этикетку убрала, веревку не крыла. А ты чума вообще. Идем сейчас немножко покупаемся, потом обедать, а потом не знаю, что будем делать. Надо освежиться, сегодня жарюка нереальная, градусов, наверное, 29. Это пляж «Крылья Балтики». Кстати, хотел показать, что здесь раньше были шашлычные зоны. Их в итоге, смотрите, все снисели. У нас как-то здесь был конфликт. И вот так вот парковка забита, но людей, как вы можете заметить, немного, потому что это «Крылья Балтики». Здесь не так много, как... Смотрите, я сейчас покажу просто бархатные сезоны. Смотрите, как там битком. И здесь. Отлично и хорошо. Мы с Мирончиком ножки мочим. Пацаны купаются. Настенька вон. Ну что поделать, ты мерзлячка. Купаются. А Мирончик тоже, он молодец. Набрали Мирончику бассейн, поставили зонтик. И все, можно немного почилить, поотдыхать. Я тоже накупался. Вода прекрасная. Гагра, как всегда, затянута облаками. Говорят, в Абхазии коровы на пляже ходят. Чего нам эти коровы? У нас вон козы. Эй! Здорово! Вы не поверите, но мы снова идем в эту столовую, которая... Обленились, да? Обленились. На самом деле, просто нет. Берег в Сочи вообще никак не располагает готовить. Нигде-то останавливаться. Либо стоишь вот на парковке, либо... А как готовить-то? Ну, короче, вообще как сплошные неудобства. То есть, вот этот берег, да, Черного моря, это вообще не Крым. Если в Крыму спокойно встал и живешь, то здесь вообще сплошные сложности. Заказали супы, булки заказали. А я сразу за работу. Смотрите, какой у меня теперь красавчик. Благодаря вследным зрителям, кто задонатил на новый комп. Мы начинаем ехать по очень красивой дороге, на самом деле. Сейчас дальше будут открываться такие потрясающие виды. Я надеюсь, что там нет дождя. А когда мы жили на Красной Поляне, мы любили ездить на берег, купаться и потом возвращаться, потому что в Мерединке была очень тупота и жарко. Приезжали на поляну и всегда так комфортно, так хорошо. Так, здесь съезд на казачий брод, это... Если сюда съехать, короче, можно на порелевое хозяйство купать. Там тоже есть что посмотреть, например, Южкипшарский каньон. Посмотрите, впереди виднеется мост подвесной. Оттуда делают прыжки. Это моя тоже мечта прыгнуть. Конечно, очень хочется. Я прыгал с марашютом, но я думаю, что там совершенно другие эмоции. Когда мы здесь жили, я ходил на эту гору пешком. Также я и по другой стороне гулял тоже. Все можете посмотреть на канале. Заехали мы в первый туннель. И здесь у нас небольшая пробка, потому что ДТП. Вон лежат осколки. Гоняют здесь, короче, на самом деле так жестко гоняют. Да, и вот занесло. Вообще в сочинских туннелях, во всем Сочи, так сильно любят погонять, полегачить. Поэтому будьте очень аккуратны. Только посмотрите, какая мощь. И вот уже такие классные горы начинаются после первого туннеля. Красота. Это уже не Геленджик. Это уже посерьезнее. Слушайте, невероятно. Как же мы скучали. Обалдеть. Родная поляна. Заезжаем еще в туннель. А после этого туннеля сейчас будет вообще красота. Сейчас покажу. Ну что, вы готовы увидеть эту красоту? Тогда смотрите. Три, два, один. Бау. Шикарнейший ванковый мост. Смотрите, какая красота. И какие горы. Смотрите, кто едет сюда и хочет сделать возле этого моста красивую фотографию, то проезжаете этот мост. И вот тут вот справа сразу будет карман, где можно остановиться. Вот как раз видите, машины стоят, останавливаются и делают шикарнейшие фотографии. Повернули на старую полянскую дорогу. Вот эта дорога прямиком на розохутерное с Тосадок идет, а это в сам поселок. И так долго стыдно, что я даже, короче, машину заглушил уже. Ждем. Длинный-длинный хвост. Странно. Так, а здесь, в общем, просто, оказывается, реконструкции пропускают по светофору. Вот так вот. То есть, тут наша полоса, получается, полностью перекрыта. Вот мы и заезжаем в поляну. Вот она стела, про которую я говорила. И самое главное, посмотрите, какой здесь вид. Красотища! Мы решили не гулять пока в самом поселке, а сразу приехать в самый, так сказать, эпицентр событий. Это Эста-Садок. На самом деле сейчас Эста-Садок тоже Красная Поляна, только не поселок, а курорт Красная Поляна. Поэтому сейчас здесь погуляем, посмотрим, что изменилось. Вы посмотрите. Возможно, кто-то из вас сюда приедет, либо думает, ехать или не ехать, стоит или не стоит. Погнали! Эй, красавица! Смотрите, какие здесь горы, ребятки! Короче, сейчас туда можно подняться на подъемниках. Там еще до сих пор есть снег. Конечно, сезона этого горнолыжного уже нет, но в целом можно еще застать погулять. Я скажу больше, когда мы туда поднимались в конце августа, мы нашли там синег. Это было тоже так прикольно, удивительно, особенно для детей. Безумно красивая архитектура. Здесь находится аквапарк с мальдивским песочком. Шикарное место. Мы тоже там бывали. Сейчас хотим как раз пойти в этот торговый центр, зайти в перекресток, купить фрукты. Мы вышли на пешеходную такую аллею. Вот там впереди, можете заметить, гирлянды. Здесь вечером, когда темно, такая крутая атмосфера, потому что все подъемники, эти горнолыжные курорты, они тоже подсвечиваются и очень-очень красиво. Так, пацаны, VR, реальность увидели. Сейчас, походу, пойдем узнавать. В общем, нас пацаны развели. На покатушке будут в космосе летать. Да, Тём? Квасик, круто! На самом деле, да, мы хотели обойти вот эти вот палатки, чтобы и дети не начали забегать, и произошел бы однозначный развод на что-то. А в итоге начали обходить, и там это виртуальная реальность. Но, но, почему мы согласились? Потому что она здесь вот эта новая, вот эти белые, самые классные, и она здесь стоит дешевле, чем на набережной в Сочи, правильно? В Сочи 500 рублей стоит. Здесь 450, но нам уже 100. Копейка, рубль бережет. Перед тем, как мы с вами погрузимся в наше новое путешествие, я хочу вам снова порекомендовать карту Тинькофф Блэк. Карта Тинькофф Блэк – это карта с повышенным кэшбэком. Лично у меня таких карты целых две. Мастер-карт и карта Мир. Оплачивая покупки карты Тинькофф Блэк, вы не просто получаете обратно какие-то там бонусы, вы получаете настоящие рубли, которые можете потом потратить. Оформив карту по моей ссылочке в описании под этим видеороликом, вы получите бесплатное обслуживание пожизненно. Таких условий даже нет у меня. Это дебетовая карта с кэшбэком и процентом на остаток до 7%, на остаток до 15% кэшбэка, до 30% у партнера. Как я уже сказал ранее, вы получаете бесплатное обслуживание навсегда, при оформлении до 30 июня. Бесплатное пополнение и переводы, снятие без комиссии. Ну и, конечно же, лучший мобильный банк в мире 100%. Ссылочку я оставляю в описании. Переходите, оформляйте и пользуйтесь. И помните, что это предложение не вечно. Погнали! Вот про что я вам говорил. Вот эти вот красивые-красивые гирлянды, красивый вообще вид. И вечером здесь, ребята, шикарнейшая атмосфера. Вообще, на самом деле, если приедете в Сочи, обязательно приедьте сюда погулять. Это прям 100%. Нужно-нужно, вам точно понравится. А мы пойдем вот сюда, сейчас зайдем в торговый центр, в перекресток, купим фрукты. Когда мы жили на Красной Поляне, в этом торговом центре мы тусовались вообще постоянно. И вот мы зашли, пацаны сразу. О-о-о! Мы вспомнили! Сейчас хотим пойти туда подняться сначала на третий этаж, посмотреть вообще, что из футкорта работает. А еще, как из лайфхака, представляете, мы, короче, сюда приходили. Вот, видите, пацаны побежали наши. И все, и, короче, они сюда приходили, мы занимались своими делами. Они просто бегали, клацали. Мы, короче, ну не платили ни за какие аттракционы, но они просто бегали, просто рули крутили, и им это нравилось. И так, на самом деле, здесь, ну, много детей тусуется. Я говорю, может, тут два года небо закрыто было из-за пандемии, и все открыли, и такое счастье, как мы здесь, значит, носили постоянно. Прошли, значит, сюда, ближе к реке. Здесь стоит зарядка. Заряжать машины. У кого посовременней. Сейчас покажу вам. Он едет электричкой, сюда можно добраться, как раз на электричке из Адлера. Футбольная и баскетбольная площадочка. Вот такая сцена, видите, сделаны, типа, гирлянды, шатром, лавочки, большой скейт-парк, огромная детская площадка. Ну и все это, конечно, вот с видом на горы, заснеженные шапки. Там вот канадочка, подъемчики поднимаются. Вот он скейт-парк. Мы тоже здесь много раз катались с пацанами. Красота. Здесь, кстати, тоже установлена такая вот картинная галерея. Как же она мне нравится. Вот. Умеют делать фотографии, умеют. Красивые, смотришь различные места. Ну вы только посмотрите, напишите в комментариях, насколько это прекрасно. Вот гулять вот с таким классным видом. По вечерам здесь на этой сцене проходят различные какие-то мероприятия. Здесь вот можно катать. Газпром вершина. Туда пошла и канадка на Ачишха. Имзым-то, посмотрите! Как бурлит, какая черная река просто. Она даже не коричневая, ребят, она черная. А вот какие пороги просто. Ууу, не дай бог попасть. Курсируют подъемники. Даже вот велосипед можно брать с собой. Вот спускается. Смотрите, как низко они проходят. Все прикольно. Вот пошел. И на гору Ачишха. Мы нагулялись и на самом деле даже немножко долго искали, где бы нам переночевать. Потому что, считывая, что мы в горах, ночевать, конечно, хотелось с очень крутым видом. И мы такое место нашли. Смотрите. Вот так вот. Закат сегодня у нас будет, ребята, великолепный. И посмотрите, с каким видом мы сегодня будем ночевать. Обалдеть! И завтра здесь же будем встречать рассвет и завтракать. Заехали в магазин, купили еду на ужин, на завтрак. Ой, какой кайф здесь! Смотрите, какая красота! Так, сосиски ждут в своей очереди. Вообще, на самом деле, с опытом мы понимаем, что нам нужно две таких плитки. И что заметил? Как только ты приезжаешь на природу, дети сразу теряются. Все, они пошли заниматься своими делами. Каких-то муравьев там туда-сюда. Давай. Какие большие? Муравьи. Маленькие, средние, большие. Это Артём, Родион и Миран. Прикольно. Так. А маленький со мной спит. Я-то думал, я сейчас расстелюсь, постелю засветло, чтобы кровать уже была готова. Но нет, он решил спать. Вот так вот. Поэтому будем стелиться позже, а пока будем наслаждаться этим видом. Пока готовим. Мальчишки ждут. Сделали им вот такой вот кинотеатр. Вот такой чехол плюс мультиван и вот такая вот красота получается. Вот такой кинотеатр с вот этим раз видом. Вон там, вот смотрите, еще вам покажу другие шапки. Там вершина Газпрома. И здесь небольшие хребты. А еще хочу вам показать, что вот здесь вот сейчас проходит свадьба. Видите, беседки вот эти стоят. там такие лампочки горят. И вот арка. Вы знаете, церемония. Просто. Макароны готовы. А еще мы купили наш любимый сочинский хлеб бездрожжевой с тыквенными семечками. Кто здесь будет в этих троях, вот такой вот хлеб купите, вам тоже понравится. Мы садимся кушать с этим прекрасным видом. Посмотрите, там снег весь подсвечивается. А я сейчас голову поднимаю, смотрю на эту сторону и просто так-так-так. Смотрите, горы вообще не видно, тучи. И Настя говорит, главное, чтобы не резко, как это любят горы, чтобы нам успеть хотя бы покушать. Мы покушали, вы знаете, с таким видом на природе, да еще и на Красной поляне еда гораздо-гораздо вкуснее. Вы можете заметить, что гор не видно вообще. Посмотрим с этой стороны. Гор тоже не видно. Я уже постелил здесь все своим. Провел себе розетку. Сейчас покажу, как я ставлю. Лежит один телефон, заряжается. Сейчас буду садиться работать. Вот такой у нас получается плацдарм. Здесь спит Артем, Родион, Мирон, Настенька. Я сплю вот так. Мы с Настенькой в общем поменялись. И вот с таким вот прекрасным видом мы будем завтра просыпаться. Надеюсь, рассосутся все эти облака. Так, а по поводу электричества смотрите, да? Вы же спрашиваете. Мир, чайчик. Вот у меня преобразователь на 220 вольт, от него удлинитель и все, и работайте. Понятное. мы поужинали. Я все подготовил, расстелил. Ребятки там досматривают фильм, уже очень сильно, кстати, хотят спать. Я сейчас буду садиться работать. Я даже помыл посуду. И знаете, я вам скажу так, что на природе делать макароны сыром это не самая лучшая идея, потому что сыр он тут же застывает в кастрюле и оттереть его оттуда это, конечно, уже достаточно сложно. Я буду с вами прощаться. Мы увидимся с вами надеюсь завтра в новом видеоролике по возможности насколько получится смонтировать. Спасибо, что досмотрели выпуск до конца. Пишите комментарии, ставьте лайки и до завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok